В отличие от свидетелей Иеговы, церковь мормонов не настолько одержима предсказаниями конца времен, несмотря на то, что какие-то предсказания у них в истории были. Но вообще мормоны, как правило, не зацикливаются на идее необходимости точно знать, когда это будет. И само представление о том, что конец уже близок, не заставляет их так вот упорно и с таким энтузиазмом, с такой самоотдачей трудиться, как это делают свидетели Иеговы. Тем не менее, идея последних времен, идея того, что мы живем уже в близком ожидании конца света, конца земной, вот этой системы, в которой мы живем, она для мормонов все равно очень близка и очень важна. Церковь святых последних дней предлагает несколько знамений, которые указывают на то, что конец света уже близок. Вот давайте попробуем посмотреть на эти знамения. Числом их у нас будет семь штук. Первое знамение, которое указывает на конец света, это греховность, войны и смута. Мормоны говорят, что это уже сбывается, однако они ожидают начала последней, самой большой и самой страшной войны, в разгар которой как раз и должен прийти Христос. Второй признак – это восстановление Евангелия, которое уже сбылось благодаря Джозефу Смиту в начале XIX века. Третий признак или третье знамение – это появление книги Мормона, которое тоже уже сбылось, оно существует. Четвертое знамение – это проповедь Евангелия по всему миру. Это уже сбылось или почти сбылось, потому что церковь мормонов существует во всех или почти во всех странах мира. Пятое знамение – это пришествие Илии, оно уже сбылось, когда Илия по официальной истории Мормонской церкви в 1836 году явился в видении Джозефу Смиту. Шестое знамение – это ламанийцы, вот те самые нечестивые потомки Легии, которые переселились на американский континент и которые по некоторым версиям стали предками американских индейцев, станут великим и уважаемым народом. Тоже считается, что это знамение уже сбывается, потому что американские индейцы, островные племена Тихого океана получают благословение и Евангелие. Ну и наконец, седьмое знамение – в штате Миссури должен быть построен город под названием Новый Иерусалим, которому суждено стать последней великой столицей нового божьего царства на земле. Пока строительство даже не началось, то есть это знамение еще пока ожидает своего совершения. Наиболее спорным с библейской точки зрения представляется пятый пункт из этого списка – предсказание о пришествии Илии. Мормоны находят в Малахии 4 глава 5 и 6 стих. Однако сам Господь Иисус Христос при своем первом пришествии ясно и недвусмысленно дал понять, что пророчество Малахии уже исполнилось в служении Иоанна Крестителя. То есть это предсказание сбылось еще при первом пришествии Христа. С остальными пунктами тоже есть определенная проблема, но вот это наиболее радикально. Ссылка евангельская, Матфея 17 глава, 10-13 стихи. Одной из важных частей событий последних времен Мормонская церковь считает собрание рассеянных колен Израилевых. Опять же, как вы помните, история была такова, что царство Израиля разделилось на две части – на северную и южную. В одной части были 10 колен, в другой части было 2 колена. И 10 колен они как бы потерялись совсем. Они рассеялись, неизвестно где находятся. Мормоны считают, что в последние времена произойдет физическое, вполне осязаемое, реальное собрание этих колен вместе. Причем очень важной особенностью учения мормонов по этому поводу является то, что все члены Мормонской церкви являются израильтянами. Либо по крови, потому что они физически принадлежат к какому-то колену, либо потому что они были усыновлены и приняты в какой-то из израильских колен. Интересно, что на практике учение мормонов о собрании потерянных колен Израиля не приводит к массовой проповеди еврейскому народу. То есть, среди мормонов почему-то такая тяга к мессианству, тяга к проповеди избранному народу не присутствует. Хотя, справедливости ради, есть среди мормонов группы, которые занимаются именно этим. То есть, они особенно подчеркивают важность еврейского народа и пытаются что-то для него делать. Но это такие вот отдельные конкретные проявления. Что мормоны говорят по поводу того, что все члены церкви мормонов являются израильтянами? Каждый, кто принимает Евангелие, становится частью Дома Израилева. Иными словами, они становятся членами избранного рода или детьми Авраама через Исаака и Иакова, которым были даны обетования. Огромное большинство тех, кто стал членами церкви, являются буквальными потомками Авраама через Ефрема, сына Иосифова. Те, кто не является буквальным потомком Авраама и Израиля, должны стать таковыми. И когда они принимают крещение и конфирмацию, они прививаются к дереву и получают все права и привилегии, принадлежащие наследникам. То есть, они усыновляются и становятся частью Дома Израиля. Любопытно, что мормоны не просто становятся частью Дома Израилева в принципе, то есть, как бы, израильтяне, но приписываются к одному из конкретных колен Израилевых. И происходит это во время так называемого патриархального благословения, совершаемого одним из священников по чину Мелхиседекову. Помните, когда мы говорили о чинах священства, мы говорили, что есть такой чин, который называется патриарх. Человек, который дает другим особые духовные благословения. Вот это как раз его задача, открывать человеку, какому колену он будет принадлежать. Перед пришествием Христа собрание Израиля перейдет в физическую стадию. То есть, колено Израилева реально будет на земле собираться в какое-то конкретное место. При этом колено Иудина возвратится в Иерусалим, а колено Ефрема и Монасии будет собрано на американском континенте. Там предназначено им место сбора. Но процесс физического собрания израильского народа еще не закончится к моменту, когда Христос второй раз придет на землю. Вопрос такого содержания. А тех событий, которые происходят с 1947 года, то есть восстановление государства израильского, как они трактуют этот вопрос? Насколько я знаю, для них это не является само по себе признаком. Вполне возможно, что для них это знак того, что собирается колено Иудина. Но на самом деле само по себе существование мормонской церкви уже является сбором потерянных колен. Потому что сами мормоны как раз оставляют дом Израилев в наше время. То есть, я нигде, честно говоря, не помню ссылок на особое значение вот этого 1947 года, как времени появления физического государства Израиля на территории земли. Хотя, вполне возможно, для кого-то это имеет значение. Может быть, это имеет значение для церкви мормонов в целом. Просто как-то мне не попадались на глаза их утверждения по этому поводу. Ну и наконец, мы подошли с вами к такому главному серьезному принципиальному событию, которого ожидает мормонская церковь. Это второе пришествие Христа. Это будет пришествие, оно будет видимым, оно будет физическим, оно будет на земле. Все люди узнают о том, что это произойдет, потому что Христос придет для того, чтобы установить здесь на земле тысячелетнее царство. И само пришествие Христа будет преследовать несколько целей. Мормоны обычно называют четыре цели. Вот давайте мы с вами на них посмотрим. Во-первых, Христос придет для того, чтобы очистить землю. Что это значит? Это значит, что все грешники будут уничтожены. Не уничтожены совсем, а имеется в виду, что их физическое существование прекратится, и они присоединятся к духам, которые находятся в духовной тюрьме, где они будут ожидать конца тысячелетия. Все тленное, что есть на земле, будет сожжено, а земля очищена огнем. Оставшиеся в живых праведники в это время вознесутся, чтобы встретить Христа и вместе с ним вернуться на землю. То есть, будет какой-то момент, когда земля, видимо, опустеет, она будет полностью очищена, и вместе со Христом праведники вернутся, чтобы продолжить здесь существование. Поскольку мормоны ожидают, что пришествие Христа совершится во время некой глобальной войны, которая произойдет, ну, в общем, можем себе представить примерно, как все эти события будут выглядеть. Христос придет для того, чтобы судить свой народ. Для этого в самом начале своего второго пришествия Он воскресит всех, кто заслужил право провести вечность в Целестиальном Царстве. То есть, тех людей, которые в райском отделении духовного мира уже приготовились к этому событию. Христос придет для того, чтобы установить тысячелетнее царство. На земле будет установлено Царство Божие. Вся земля будет подчинена этому царству. И сам Христос займет место Царя, неба и земли. Ну и, наконец, Он придет для того, чтобы завершить воскресение мертвых. Первое воскресение начнется с возвращения из жизни тех самых достойных духов будущих обитателей Целестиального Царства. И завершится воскресением будущих обитателей Террестриального Царства. То есть, тех людей, которые оказались недостойны высшей степени славы, но которые будут обитать в среднем царстве по окончании Божьего Суда. Что будет представлять собой тысячелетнее царство? Миллениум, который установит Христос. Во время тысячелетия на земле будут жить только те люди, которые в первой земной жизни вели допропорядочную жизнь. И мормоны, и не мормоны. Мормоны, соответственно, будут готовиться к унаследованию высшей степени славы, а не мормоны будут готовиться к унаследованию средней степени славы Царства Террестриального. Некоторые из них даже по-прежнему будут верить в свои ложные идеи и религии. С мормонами они не будут, но в целом будут такими вот праведными, достойными людьми. Однако постепенно все они признают Христа своим спасителем, потому что он реально будет царем и править этим миром. Христос будет лично присутствовать на земле и создаст земное правительство с двумя столицами. Одна столица будет находиться в Иерусалиме, а вторая столица будет находиться где-то в Америке. Иногда говорят, что будет находиться в городе Сион, который должен там быть построен. Занимать государственные должности будут люди, как мормоны, так и не мормоны, а помогать им будут бессмертные существа. Мормоны будут заниматься главным образом миссионерской работой среди воскресших не мормонов и храмовыми обрядами за еще не воскресших умерших, то есть тех людей, которые там на небесах уже успели принять, не на небесах, а которые успели в духовной тюрьме принять Евангелие, но еще пока не получили крещение заместительного, чтобы перейти в райское состояние. Количество умерших бестаинств людей слишком велико, чтобы мормоны успели завершить храмовую работу за всех них до начала тысячелетнего царства. То есть просто физически еще останутся какие-то люди, за которых никто не успел креститься и надо будет эту работу обязательно завершить. Сатана на время тысячелетия будет связан, и на земле установится полный мир как среди животных, так и среди людей. Вся земля превратится в цветущий сад, а все континенты сольются в один материк. Будет такая замечательная райская земля, картинка в каком-то смысле даже более красивая, чем у свидетелей головы, хотя на самом деле чем-то похожа. Очень много общего. По окончании тысячелетнего царства начнется еще один важный период, который называется Страшный суд. В конце тысячелетия сатана будет на короткое время освобожден, некоторые люди отвернутся от Бога, сатана соберет свое войско, а Михаил, он же Адам, соберет свое войско, начнется война, еще одна, в результате которой последователи сатаны и сам сатана будут навсегда изгнаны во тьму в небе. То есть те люди, которые последуют за ним в этой последней битве, которую завершит земная история, они окажутся во тьме внешней, где будет скрежет зубовный. То есть они окажутся вне всяких царств, вне любой степени славы. Где-то в конце тысячелетия состоится второе воскресение, в течение которого будут воскрешены те духи, которые ожидали своей участи в духовной тюрьме. Они либо присоединятся к сатане и будут вместе с ним изданы во тьму внешнюю, либо предстанут перед судом для того, чтобы унаследовать низшую степень славы. От чего, вы сказали, будет Христом очищена земля? От чего она будет очищена огнем? Она будет очищена от всякой скверны, как они себе ее представляют. То есть растения погибнут, все погибнет. На самом деле, описание, которое я видел, достаточно общее. Но в какой-то момент времени на земле не останется людей, и земля полностью будет очищена огнем от тех вещей, которые Богу будут неугодны. То есть ничего того, что Бог сочтет неуместным или ненужным, уже не будет. Но когда люди вернутся обратно, видимо, земля будет вполне пригодна к жизни. Наверное, там будут и животные, и растения, и все остальное. Люди, часть людей будет, как я уже говорил, уничтожена. И они присоединятся к людям, ожидающим свою участие в духовной тюрьме. А часть людей, которые будут праведны, они будут восхищены. И потом сразу вернутся с Христом, когда Он придет. То есть перед вот этим очищением они будут восхищены и сразу вернутся на землю. Вопрос еще один. Что значит готовиться принять славу? Что это значит? Что это за процесс готовки принять славу? Я так понимаю, что... Тысячу лет готовятся принять славу. Я так понимаю, что речь идет просто об ожидании. Ожидание. То есть они... Морально готовятся. А, морально. И вопрос следующего содержания. А относительно семи лет скорби, что они говорят? Перед тысячелетним царством. Да, и честно говоря, не знаю, что они говорят по поводу семи лет скорби. Никогда не видел у них конкретного комментария на эту тему. Не знаю, что у них его нет, но просто как-то вот не попадался мне на глаза комментарий именно по этому поводу. А вообще, то, что касается событий последних времен, в писаниях, сочинениях, публикациях Мормонской церкви описано достаточно общими словами. То есть эта картина, она как бы нарисована такими широкими мазками. И очень таких конкретных деталей там я не видел. Их очень трудно вычленить. Дмитрий, скажите, как живые на земле Мормоны будут узнавать, что их умершие приняли Святое Евангелие, и за них нужно креститься? Ну, вообще говоря, для этого как раз существует вот эта возможность общения с духами. То есть они получают некое, могут получить некое послание от этих духов, которые говорят о том, что вот креститесь за нас. Опять же, на эмоциональном уровне. В виде желания, в виде чего-то еще. Может быть, кому-то явится там кто-то. Опять же, достаточно такой личный момент, поэтому я никогда не слышал от Мормонов, как именно они получают все вот эти вещи. С другой стороны, это совершенно необязательно. Потому что идея заместительного крещения заключается в том, чтобы совершить это крещение за всех тех людей, которые умерли, чтобы дать им возможность, если они покаются там вот в будущей жизни, в духовной темнице, перейти на более высший уровень. То есть для того, чтобы креститься за умершего родственника, насколько я, опять же, могу это понять, совершенно необязательно иметь такое откровение, знание о том, что он там уже покаялся. Достаточно просто того, что вы даете ему возможность. То есть, может быть, это еще и подтолкнет его к этому решению. Такая вот любопытная вещь. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com По окончании этой последней войны, когда сатана и его последователи будут изгнаны во тьму внешнюю, начнется последний суд, в результате которого все оставшиеся души будут распределены по трем царствам. Суд этот будет происходить на основании документов. Небесные книги жизни, храмовых и церковных записей, а также личных дневников, которые люди ведут. А также на основании заповедей, составленной человеком на скрижалях его собственного сердца. Этот статус. Вопрос о том, кто будет совершать суд, не вполне ясен. Однако в истории мормонов был такой любопытный момент, когда второй президент и пророк мормонской церкви Бригам Янг сказал, что никто не сможет получить высшую степень славы без разрешения Джозефа Смита, первого пророка мормонской церкви. Он говорил об этом так. «Ни один мужчина и ни одна женщина в нынешнем домостроительстве никогда не войдет в целистиальное царство Бога без согласия Джозефа Смита. Каждый мужчина и каждая женщина должны иметь удостоверение о Джозефа Смита-младшего, как пропуск для входа во дворец, где пребывает Бог и Христос». Джозеф Смит правит там как верховное существо, соответственно, своей сфере, способностевым призванием, так же, как Бог правит на небесах. Многие воскликнут. «Ах, с этим совершенно невозможно согласиться! Это неслыханно! Для нас это мысль невыносимо!» Но это истина. Такая вот любопытная вещь. Опять же, это говорил Бригам Янг, который за свою жизнь наговорил много вещей, которые мормоны сегодня не считают истиной, не считают откровением от Бога. Тем не менее, такой вот любопытный факт в истории мормонов действительно существовал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok